Всем привет! С вами Яна Букина-Кровец. Что такое быть в ресурсе и быть собой? Как услышать себя? Мы начнем с того, что поговорим о том, что такое ресурс. Ресурс – это силы что-то делать. Это не просто делать с позиции «мне надо, я должна». Это внутренний импульс что-то дать, что-то сделать для мира, сделать себе приятно, сделать для кого-то, поделиться своей энергией для того, чтобы мир стал лучше. Но когда у нас накапливается хроническая усталость, а это в современной жизни происходит очень, ну, прям сплошь и рядом, да, каждый день, нам некогда отдохнуть, просто вот некогда выдохнуть, чтобы восстановиться, чтобы накопить ресурс. Мы становимся зомби, мы не слышим себя, мы не чувствуем своих истинных желаний и потребностей, мы несчастливы. Еще раз повторю, что мы не слышим себя, своих истинных потребностей, мы не в ресурсе. Что делать? Быть собой. Быть собой – это значит принимать себя. А принимать для чего вот нужно принимать себя? Это такой необходимый момент, который влечет за собой чувство радости, наслаждения, дает умение быть счастливой. И это не про самооценку и самооценность, это про признание себя такой, какая мы есть, со всеми нашими недостатками и слабостями. То есть получается, что принятие себя – это дружба души, разума и тела. Если ум не разрешает нам делать то, что хочется, то о какой гармонии может идти речь? Если мы не можем принять, вот ждем момента, когда мы похудеем для того, чтобы купить красивое платье, одеть его, то о каком принятии своего тела идет речь? Если мы периодически ругаем себя, вот я дуру, ой, что же я делала, ой, какая я прям сумасшедшая, что вот я такая неаккуратная или что-то еще, то есть мы ругаем себя. Но о каком принятии себя неидеальной, своей неидеальности идет речь? Этого нету. То есть мы не принимаем себя, мы не являемся собой. И вот здесь возникает вопрос, как же услышать себя, как научиться понимать и принимать себя. Я сейчас вам дам список вопросов, можете их записать, это даже будет лучше. Задавайте их почаще себе, это поможет вам лучше понять себя, сохранить свое время и энергию. Прямо какие эти вопросы, да? Во-первых, чего я хочу, чего я не хочу? Это мне действительно надо? Почему и зачем мне это важно? Вот это тоже такой интересный вопрос. Почему и зачем мне это важно? Скрывает многие причины. То есть получается, что очень часто получается, что это даже не нам важно, а для того, чтобы быть значимым для кого-то другого, оправдать чьи-то ожидания. Следующий вопрос. Как я буду чувствовать себя при этом? Еще вопрос. Мне это доставляет удовольствие? Мне это нравится? И если что-то не нравится, то возникает следующий вопрос. Что я могу сделать, чтобы мне это нравилось? То есть найти какой-то плюс в том, что я делаю, и делать не из позиции «надо» и «должна», а из того, что я хочу. И когда мы честны с собой, получается, что мы находимся как раз-таки в гармонии с собой, со своей душой. Мы не обвиняем себя, не корим, если у нас что-то не получилось, что-то идет не так, если мы не идеальны, если мы поступили не так, как хотелось бы, если у нас не хватило каких-то сил, ресурсов или чего-то еще. Мы просто начинаем делать то, что мы действительно хотим. Отвечая на эти вопросы, мы идем за теми состояниями, идем вслед тем ответам, которые к нам приходят. И тогда мы начинаем жить, начинаем жить и в состоянии своих внутренних потребностей, не чужих манипуляций, не ради оправдывания чужих ожиданий. Мы начинаем сохранять свои личные границы, начинаем выстраивать отношения с окружающим миром, здоровые отношения, не манипулятивные, не в состоянии жертвы, тиран, внутренний ребенок, что я хочу на ручке. И вот то, что я вам сейчас рассказываю, это естественное состояние быть собой, жить своей жизнью. Все это мы проходим на тренинге «Будь собой», который начнется 5 ноября. Там есть 4 модуля. Первый – это освобождение и наполнение. Это как раз-таки работа с ресурсами, где наши ресурсы, что дает нам силы, что отнимает эти силы. Второй модуль – это освобождение от обид и чувства вины, потому что очень много у нас детских обид, которые нам в травму, перерастают в нашу травму душевную или физическую. Третий модуль – это освобождение от страхов и тревог. Тоже огромное количество сил и ресурсов здесь таится. Просто мы не живем, мы живем страхами, мы живем мыслями о том, что может случиться. Мы боимся, мы не делаем шаг туда, куда нам хочется, за своей мечтой, за своим желанием. И поэтому мы живем именно в страхах. Мы не живем собой, своей жизнью и так, как мы хотим. Тренинг будет с собой длиться всего один месяц, всего по одной неделе на каждый модуль. И проделывая каждый день какие-то маленькие шаги, ваша жизнь изменится коренным образом. И она действительно изменится, потому что на тренинге мы не будем разговаривать. Мы будем делать, только делать, только действовать, только маленькие шаги каждый день. Еще раз говорю, маленькие шаги, потому что мне важно, чтобы мы были в ресурсе, чтобы вы были в ресурсе, чтобы вы пришли и ушли из тренинга в состоянии наполненности, в состоянии ресурсов, в состоянии, что жизнь действительно прекрасна и полна разными интересными событиями. И в вашей жизни, ну, если не то чтобы нет места надо и я должна, да, но, по крайней мере, вы их минимизируете и найдете другую мотивацию, та, которая будет вас вдохновлять, та, которая будет вас наполнять. Подробности и запись на тренинг по ссылке в шапке профиля вы можете выбрать не весь тренинг, вы можете выбрать лишь те модули, которые вам жизненно действительно необходимы, которые дадут вам ресурс, которые позволят вам почувствовать собой, соединиться с собой настоящей, внутренне услышать себя и дадут вам прилив сил и желания жить дальше и радоваться жизни, той прекрасной жизни, которая есть у вас. До встречи на тренинге. Пока-пока.